С понижением температуры вода в реках, озерах, прудах и водохранилищах замерзает, появляется лед. Но как различное влияние холодов на разных людей, так и водные объекты по-разному реагируют на морозы. Климатическая зима начинается не с первого снега. Он может быстро выпасть и быстро растаять, а с устойчивого перехода среднесуточных температур воздуха через 0 градусов Цельсия. Впрочем, этот переход можно заметить и без термометра. Достаточно взглянуть на ближайшую лужу глазами Некрасова и превратились лужицы в прозрачное стекло. Корочка льда на лужах – предвестник грядущих масштабных ледовых преобразований. Как замерзает лед на озере? При интенсивном теплообмене и охлаждении вод водоема, но при отсутствии ветра и перемешивании верхних слоев воды, образуются первичные кристаллики льда в виде мелких иголочек. Когда вода покрыта ими, кажется, что на ее поверхности разлит растопленный жир. Как замерзают водоемы? Замерзание водоема происходит в несколько этапов. Вода охлаждается до плюс 4 градусов Цельсия, становится более плотной и, соответственно, опускается на дно водоема. Теплые слои поднимаются вверх, где также охлаждаются и снова уходят на дно. Конвекция несколько замедляется после остужения всех слоев водоема до плюс 4 градусов. Почему озера не замерзают полностью? Происходит это потому, что при температуре плюс 4 градуса Цельсия пресная вода приобретает максимальную плотность. При дальнейшем охлаждении она становится гораздо менее плотной и более легкой. Поэтому, как только осенью вся толща воды в озере остужается до плюс 4 градусов Цельсия, ее верхний слой, продолжающий замерзать, становится легче, чем вода в нижних слоях. Почему лед не тонет? Лед становится легче воды, из которой образовался. Вот почему лед не тонет в воде, а плавает на ее поверхности. Какая вода не замерзает? Оказывается, чистая вода, впрочем, и морская тоже при нуле не замерзает. Если очень медленно охладить очень чистую воду, в идеале для такого эксперимента нужна дистиллированная. Она будет оставаться жидкой при очень низких температурах. В дистиллированной воде нет никаких примесей, а также полностью отсутствуют так называемые ядра кристаллизации, которые обеспечивают замерзание. Поэтому образование льда в дистиллированной воде происходит при довольно низких температурах, лишь когда столбик термометра опускается к отметке в минус 42 градуса Цельсия. А когда замерзает соленая вода? Так как морская вода соленая, замерзание воды с соленостью, равной средней солености мирового океана, происходит при температуре около минус 1,8 градус Цельсия. А сколько минут человек продержится в ледяной воде? При температуре воды 5-15 градусов Цельсия от 3,5 до 4,5 часов. А если температура воды от 2 до 3 градусов Цельсия, то это смертельно для человека через 10-15 минут. При температуре воды минус 2 градуса Цельсия смерть может наступить через 5-8 минут. Если вам было интересно, подписывайтесь на мой канал, поставьте лайк и смотрите другие мои видео. Ваша зажигалочка.